Привет, дорогая. Привет, Надюша. Привет, привет, Леня. Как настроение? Отличное. Всё хорошо. Надюш, я тебя позвала просто поговорить. Знаешь, я прямо вот эти встречи решила так и назвать, разговоры по душам, потому что мы настолько все разные. У каждой из нас разные жизненные ситуации, разный путь в сетевом. И я считаю, что ты тоже очень уникальный, интересный человек за твоей историей. Поэтому расскажи сначала немножко, где ты живёшь, чем занимаешься, про свою семью. Только быстро прям, видишь, такой это монтаж. Быстрый вариант. Я живу в Краснодарском крае, станица Ленинградска. У меня трое деток. Ну, как бы так. А чем ты занимаешься? Марсуна и доченька. Чем я занимаюсь? Я только развиваюсь в сетевом. И всё, дома убираюсь, готовлю кушать. Ты домохозяйка, которая развивается онлайн. Слушай, а расскажи вообще первое твоё знакомство с сетевым маркетингом. Он тебя напугал или сразу привлёк? Ты помнишь первую презентацию, когда тебе рассказали, что это такое? Какая твоя реакция была? Ну, сначала, когда меня пригласили, я, конечно же, пришла сначала в Арифлейм. И мне, как бы, меня сначала напугали чаты. Прямо у меня вообще то, что они постоянно смс-ки, смс-ки. Мне так это напрягало. Хотела сначала выйти. Потом заинтересовала скидка меня 20%. Ну, а потом всё общение, то, что постоянно какое-то развитие. Мне это очень прям понравилось. И поэтому я поняла вот этот маркетинг-план. И я понимаю, что тут постоянное развитие. Факт того, что ты видишь доходы. И главное того, что тебе просто нужно показывать это людям. Что здесь можно получать, показывать себя, показывать эту продукцию, чем пользуешься. Вроде бы всё так легко, так классно. И вот и от этого ещё ты можешь получать классные доходы. Ты можешь путешествовать. И меня это всё заинтересовало так. И поэтому я, наверное, уже 7 лет как в сетевом. Ну, а в компании здоровья я только 4 месяца. Слушай, ну вот а сама идея MLM, она вот как тебе сначала? Бывают люди, которые шарахутся, говорят, это пирамида, отстаньте от меня. У тебя как реакция была? Тебе сразу понравилось? Мне понравилось, да. Мне понравилось, потому что как бы, ну, я пирамиду не увидела здесь. Вообще, если посмотреть, то пирамида, она у нас везде. Хоть магнит, хоть пятёрочка, хоть аптеки, везде. Ну да, да, слушай, классно, пометила, супер. Поэтому меня это вообще не напугало. И факт того, что ты пользуешься классным продуктом, он сертифицированный, от этого ты получаешь кэшбэк, получаешь подарки, и мне это всё нравится. Прикольно. Слушай, а как так получилось, что ты была в Арифлейме, а теперь ты в Сибириан Вэллнесс? Как так произошло? Ну, в Арифлейме я дохода не увидела, я верила, ждала, но и у меня никак не получалось. Вообще, я не знаю почему, я уже начала прям очень углубленно книги изучать. И у меня самый главный вопрос, я помню, я в августе ехала в Брозный, и я читала книгу «В дороге», и там «Кто заплачет, когда ты умрёшь» книга называется. И там написала, какую пользу вы можете дать людям. И вот я вот сидела, пока я ехала, вдумывалась в этот вопрос, какую пользу. Вот я сидела, я понимала, что от Арифлеем я никакой пользы людям не приношу. Вот я просто пользуюсь продукцией. Ну, вообще, я вот этот вопрос, я и назад ехала, вдумывалась, вдумывалась, и потом приехала, и получается, тогда все как-то начинают переходить в сибирское здоровье. И вот я потом созрела, и я прям вот когда приехала, я приехала с Грозного числа 20-го или 21-го, ну, а 23-го я тебе написала. Да, я помню, мы с тобой сразу созвонились, у нас такой долгий разговор был, очень интересный. Ты знаешь, что я запомнила из нашего первого созвона? Ты мне сказала, что ты уже пользуешься много лет продукцией Сибириан Веллс или какое-то время, и что у тебя крутые результаты? Я еще такая подумала. И что же она сидела столько лет? Я девочку просила, чтобы она меня зарегистрировала, но она сказала, зачем это тебе нужно? Ну, видимо, в то время тебя же тогда не было в сетевом тут, в сибирском здоровье, потому что я продукцию знала два года назад, и как бы я ей пользовалась. Я вот ее еще тогда просила. Поэтому, что не делается, все к лучшему. Классно, я очень рада. Скажи, вот сейчас, будучи в компании, тоже в сетевой компании Сибириан Веллс, и у тебя есть с чем сравнивать? То есть у тебя есть предыдущий опыт, другой тоже в очень крутой компании, это компания номер один в мире. И вот скажи, вот почему ты здесь сейчас, я тебя вижу часто с улыбкой, почему у тебя пошел результат, что ты делаешь и почему получается? Ну, наверное, я... Скажи, чек максимально вот за эти 4 месяца, на какой максимальный доход ты вышла? За эти 4 месяца? Ну, вот если у меня где-то 11 тысяч у меня вот за месяц, а если в общем, то 36. Ну, я уже даже накопила себе на телефон. Молодец. Это твоя мечта? Да, я хочу себе новый телефон. Вот. И я уже почти накопила, поэтому я вот думаю, я его скоро-скоро уже себе куплю. А насчет... Что за вопрос ты давала? Да, почему ты здесь начала расти? Что при... Ну, вообще, почему? Ведь тоже сетевая компания, тоже продукт классный, там классные продукты, здесь классные. Знаешь, наверное, я нашла ответ на свой вопрос, который я увидела в книжке, что, какую пользу я могу дать людям. Вообще, я еще когда была в Арифлейм, я очень задавалась вэлнес-направлении. Я изучала эти БАДы, я смотрела постоянно Елену Демченко, вебинары ее смотрела, слушала, но цена на БАДы там очень большая, их брать никто не будет. Хотя я для себя брала, я показывала, но цена кусается, потому что кто-то... У людей зарплаты почти такие, как там вэлнес-пэк стоят. И все, поэтому как бы... А здесь, когда пришел, и ты начинаешь показывать людям, и главное, цена здесь доступная, поэтому люди берут, я веду чат, я рассказываю свои опыты, я... ну, не опыты, а то, что вот... Какой у меня свой результат. Говорю, какие результаты у сына. Вот, поэтому как бы делюсь своим, то, что у меня делюсь с людьми, они слушают. Какой результат? Мне прям неинтересно. Я про тебя знаю, у тебя крутой результат, а у сына какой? Ну, у сына... У сына, у сына. Еще мы сильно не зашли, но когда... Вот насчет прыщей, я вот как бы там... Начинаю ему эти витамины. Во-первых, у него, знаешь, был постоянно запах металла изо рта. И я ходила по врачам, я говорила, что это такое? Ну, я... Они мне ничего, они все нормально. А потом, когда мы сейчас сюда пришли, и я ему заставляю вот программу для печени, вот, и он когда пьет, когда не пьет, но я понимаю, что у него вот этот прошел запах, у него нету. Когда вот только он запускает, перестает пить, некоторое время проходит, опять начинается. Поэтому я понимаю, что это все печень, тем более сейчас переходный возраст, у него вот эти угри все усыпанное. И когда вот он пьет, маски плюс еще мы делаем, легче становится, вот чище лицо становится, вот этого ничего такого, и запаха нету изо рта никакого. А когда получается я... Ну, не делаем мы этого, вот оно тогда обостряется как бы. Поэтому я понимаю, что это нужно все заботиться о здоровье, уже вот прямо в этом возрасте начинать, а не то, когда мы уже пришли в своем возрасте. Но все равно в нашем возрасте тоже можно все исправить. Слушай, у меня прям такой вопрос пришел. Вот многие люди, ты знаешь, как бы вот барби для них это просто аббревиатура. И люди не понимают. Я знаю много людей, которые не пьют витамины, не пьют какие-то добавки биологически активные. Ритмы здоровья я ему купила, когда он пришли, мы сразу, я пришла в сентябре, я купила сразу ему ритмы здоровья, и он прям по себе вот энергию почувствовал, потому что он, на тренировки ходит, и потом школа, и дома у нас ремонт был, и прям он помогал, и у него силы хватало. Вот, насчет сна, я тоже постоянно в обед хочу спать. Я вот в обед и спать, я как маленькая ляля, спать, спать, спать. Сейчас вот я стала пить мегавитамины, и энергия у меня есть. А вообще вот почему, да, почему некоторые люди говорят, БАДы, не нужны мне ваши БАДы, мне витамина хватает из еды. Вот как ты людям отвечаешь, кто так говорит, что им БАДы якобы не нужны? Что делать? Делать им? А ничего я им не говорю, ну свои ж мозги никому не впихнешь, и все. У меня свои знакомые такие же, меня они не понимают, поэтому меня родственники не поддерживают, поэтому, ну, не поддерживайте, ладно, ваше здоровье, и все. Угу. Тем более видят результаты люди, люди видят, потому что даже этот иммунобокс, новомин, они, да, мы увидели, что меньше болеем, вот даже у меня сын уже, как только начинает насморк, так, мама, где новомин, где иммунобокс? Ага. Уже сами знают. Ты знаешь, так интересно, я когда пришла, получается, год назад я пришла в Сабириан Велнос, и мне Миша сказал, я это пить не буду. Он меня тоже, он не поддержал, он такой, я это пить не буду. И ты знаешь, он кровь сдает все время, он донор, почетный донор России, у него там уже столько этих донаций, и приходит как-то, а у него не взяли кровь, представляешь, то есть он три дня на диете сидит, едет не знаю откуда, а приезжает, они говорят, нет, у тебя низкий гемовый обин, раз, его не взяли, второй, я ему говорю, давай тебе железо куплю, он такой, я не буду это пить, я говорю, иди в аптеке тогда купи, он не купил, но по питанию вот все сделали, знаешь, Надюш, вот люди говорят, у меня все из питания должно быть, он ел, печень говяжью, регулярно, я ее вот, знаешь, готовила так, чтобы сохранить все в ней, гранаты, сок гранатовый, яблоки зеленые, вот ты знаешь, говядина, и у нас дома аж этот запах печени стоял, потому что все время печь, и ты что-то думаешь, вот он месяц был на таком питании, вот хоть бы на одно деление поднялся гемоглобин, нет, и я знаешь, я прям пошла купила ему органическое железо, ставлю коробку, говорю, пей одну в день, и будешь донором, он так на меня посмотрел, молча, знаешь, так банку открывает, достает, кладет в рот, запивает, слушай, около трех недель прошло, он поехал на сдачу очередную, и у него поднялось, ну, то есть выше нижней границы, и его взяли без вопросов, и с тех пор он у меня все, я этому даю все, он все пьет, недавно он пришел с работы, прям перед Новым годом с температурой, тридцать первое число, представляю, шесть вечера, он заваливается домой, у него температура, я говорю, ты чё, он чё-то, мне прям плохо, я ему сразу два пакета иммунобокса, пять штук новамина, под язык закапала иммунобустер, чё-то, а, и памчики ему дала, семерочку, я говорю, всё, ложись, поспи, я пока стол накрою, ты знаешь, он часа два повалялся в кровати, вышел, нормальный человек, понимаешь, ну да, он несколько дней вот себя клёк, клёклым таким чувствовал, клёклым, ну, я его продолжала отпаивать, слушай, всё, и мегавитамины, кстати, я ему тоже сейчас дала, мне нравится, что там, знаешь, вот комплекс идет, омега и мегавитамины, потрясающий вообще набор такой, просто омегавитамины взяла, а, ну, это можно по отдельности, да, я прям набор взял, слушай, классно, смотрю, он его энергия прям прет, такой живчик вообще, то есть, ну, видишь, что работает, энергия есть, факт того, что я даже, ночью, я не знаю, за эти новогодние праздники, я не могу заснуть, лежу час ночи, уже мелотать, все равно лежу, ну, знаете, надо идти работать, хорошо, слушай, ну, и скажи, вот у нас начался новый год, 24-й год, 23-й мы так хорошо закончили, у тебя уже 4 месяца ты в команде, да, так оперилась, немножечко встала на крыло, какие у тебя планы на этот год? хочу команду, и вообще я хочу побыстрее открыть БТ-2500, вот, и поэтому, сейчас записалась на марафон, я понимаю, что нужно работать с мышлением, в нашей голове, и, конечно же, действовать нужно, конечно, я хочу это в ближайшее, так вообще вы хотели бы, конечно, БТ-10 тысяч, вот хотела бы к Новому году, но я надеюсь, а может быть будет больше, я буду только рада, но хотя бы БТ-10 тысяч. Ну да, это же все реально, в команде есть инструменты, которые ты можешь один за другим внедрять, то есть ты сейчас взяла пока первый инструмент, это работа с помощью, да, велнес-клуба, клиентский чат мы его называем, а следующий инструмент, это работа в соцсетях, ты знаешь, мне что очень нравится, что здесь не надо спамить, не надо доставать людей, то есть если ты себя, да, правильно продвигаешь, то есть рассказываешь о себе, о том, в какой-то компании, что тебе тут нравится, если ты просто рассказываешь, люди сами начинают писать, хочу к тебе в команду, вот реально перед нашим с тобой разговором, открывая ВК, у меня от девушки сообщение, Лили, я хочу к вам в команду, я ей пишу, у вас есть вопросы, можем созвониться, если готовы сразу стартовать в обучении, вот ссылка на регистрацию, сейчас посмотрю, что ответила, не знаю, я сразу к тебе пошла, представляешь, то есть если мы все время рассказываем, где мы, какие у нас здесь изменения, что происходит внутри, потому что знаешь, вот я заметила, что именно вот в сибирском здоровье очень открыто говорят, если вот когда я в Арифлейме была, мы там все вуалировали, мы не говорили, в какой мы компании, до последнего, да, то есть все было так зашорено, спрятано, то здесь наоборот хочется прям вот всем рассказывать, мы в сибирском здоровье, ребята, а тут круто, тут классно, тут деньги есть, тут продукт классный, вот прям хочется рассказывать, да, идти всем говорить, и энергия прет, поэтому, наверное, мы и растем так быстро, потому что совпало, да, продукт, маркетинг выгодный, что люди с первого месяца деньги видят. мне тоже понравился, и особенно то, что здесь получается кэшбэк, здесь не скидка, потому что, ну, в Арифлейме, считай, мы этого не видели, а здесь кэшбэк раз так упало, упало, и факт того, что какой бы ты списал, сделал заказ, тебе уже начислено, сделал заказ, тебе уже начислено, постоянно, ну, это классно. А подарки, клубы, ты проходишь по клубу 200? Да, я же и по снежинкам прохожу, и по клубу 200, сейчас я себе набрала, но я и коплю, потому что мне сказала, кремушки-то можно взять, и я поэтому сейчас еще один сертификат, и потом я себе хочу крема взять, потому что Арифлеймовские уже заканчиваются. Молодец. Что ты хочешь пожелать людям, которые думают, идти в сибирское здоровье или не идти, а может быть, к тебе в команду пойти, потому что ты такая классная, позитивная? Я что хочу пожелать, что компания классная, и жаль, что я сюда не пришла все-таки раньше, но если бы я пришла бы раньше, я бы не узнала бы тебя бы, вот, поэтому что не делается все к лучшему, и главное, прийти в свое время всегда будет результат, главное действовать, главное идти и верить, но все зависит, конечно же, от мышления, вот, и главное читать книги, я вот сейчас уже с августа месяца не читала книги, вот последняя моя книга была, в которой я читала эти строчки, я как бы не читала, и мне так этого не хватает, я так хочу читать, потому что книги — это развитие, и вот они меняют мышление. Конечно, именно читать бумажные книги, очень, да, как... Я не могу, у меня уже целая стопка, такая большая, я собираю книги, прямо, и вот читаю, потому что реально они меняют мышление. Молодчина. Ну что, ребят, вы видите, Надежда, если вас заинтересовала она как наставник, вы можете прям написать «Е», я отставлю внизу, ну, отмечу ссылку на ее страничку, вы можете написать. А можно твой чат дать ребятам посмотреть? В WhatsApp? Ну да. Да. Все, тогда, ребят, в описании под этим видео будет все, и ссылка на регистрацию, и в чат можно зайти, можно пообщаться лично, можно будет созвониться, потому что Надюша, она реально очень надежный наставник, и самое главное, что это человек, у которого есть время, то есть она занимается только сетевым бизнесом, и поэтому она сможет вам утереть достаточно времени. Работу не хочу, особенно когда увидела, что здесь действительно доход, прям вообще, только единственное, что я что-то по своему телефону, можно взять, пойти в кредит, а можно кредит не брать, лучше эти три месяца подождать с тем, что у тебя есть, и купить себе классный телефон. Мы тебя ждем с обновкой, хвалить обязательно в чат. Лампа придет уже завтра, еще скоро телефон, и вообще все будет классно. Молодец, я тебя поздравляю. Ну что, я тебе желаю очень крутого, классного 24-го года, пусть все твои планы станут реализованными, потому что это очень важно, когда ты что-то делаешь. Знаешь, недавно такую фразу, мне прилетело, прям предсказание. Если вы о чем-то мечтаете, то вы точно можете этого достичь. Мечтайте ярче. Ребята, мечтайте ярче. Все возможно. Главное, действительно, этого хотеть и делать действия. Ну что, до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok